По словам Вениамина Кондратьева, развитие легального рынка продовольственных и непродовольственных товаров – стратегический вопрос. Самый эффективный способ борьбы с контрафактом – это вытеснение его с рынка продвижения нашей отечественной продукции. Где-то нужно подключаться в ручном режиме, чтобы избавить полки наших магазинов от некачественного товара. Мы должны быть уверены, что сможем заменить. Для этого необходим экономический подход, а не только карательные меры, подчеркнул Вениамин Кондратьев. По словам в Рио начальника ГУМВД России по Краснодарскому краю Сергея Воложенова, сотрудниками полиции в прошлом году было выявлено 367 уголовных преступлений в сфере оборота контрафактной продукции. Особое внимание уделяется борьбе с суррогатным алкоголем. Ликвидировано 15 подпольных производств в Анапе, Сочи, Геленджике, Темрюке, Северском, Новопокровском, Туапсинском районах. Для решения проблемы ввоза контрафактной продукции на совещании было предложено применять практику обязательной цифровой маркировки. Например, от края в адрес Госкомиссии было направлено предложение включить перечень подлежащих маркировке товаров, татированный цемент, специальные строительные смеси и другие товары. В легкой промышленности на 2019 год разработана дорожная карта по легализации оборота товаров. Налажено взаимодействие с представителями правообладателей товарных знаков. Олеся Давыдова, 39 канал.